хотел отметить еще такой вот момент насколько производитель с душой подошел к этому чуду обратите внимание желудь вот это вот резко обратите внимание на оформление сверху да все сделано в едином стиле и когда моя жена увидела эту печку я и показал производитель там китайских и американских она однозначно сказала берем эту потому что здесь вот звезды могут светиться дочью дерево светится с другой стороны другой рисунок волк стоит дерево тоже светится и это все придает вот невероятный уют и самое важное видно что в это устройство вложено душа вот реально вложена душа виден качественный подход и как говорится два в одном и красиво и качественно поэтому это еще такой элемент наслаждения он стоял у меня в кабинете я так издалека любовался и представлял как я подкину сюда дровишки и будет вечером и тепло и уютно кабинете и гореть и это щелканье дров это вообще просто чудная такая небольшая так приветствую вас дорогие друзья на канале саморазвитие в походе давно не появлялся на связи вот эти вот события которые в украине произошли как-то выбили меня совсем из колеи вот я имею ввиду война вот это вот которая у нас идет и все остальное вот но сейчас вдохновение потихоньку возвращается я хочу начать свою деятельность с обзора такого чудо средства а именно печки значит скажу сразу что она может быть очень полезно походникам и для походников она будет очень полезна в америке эта тема очень развита хождение с печкой в палатке короче говоря и я сейчас эту тему начинаю тестировать в украине потому что очень мало производителей их фактически нет кто занимался бы производством таких вот качественных девайсов но я около года изучал эту тему на американском рынке вот на англоязычном рынке это наш большой пес один из них на англоязычном рынке и скажем так довольно таки много изучил и начал подбирать себе печку хотел покупать уже в китае но вольным случая наткнулся на производителя который занимается производством их у нас в украине и вот этот вариант это как раз украинские варианты что меня очень радует он учел опыт многогодичного производства печек вот там вот в европе в китае и в других странах и в этой печке собраны ну самые лучшие фишки из того что есть там значит скажу сразу что данная модель именно данная модель не подойдет для туризма потому что она большая по весу в данном случае до 11 12 килограмм но не отключайтесь потому что на самом деле те вещи которые вы услышите здесь помогут вам выбрать именно ту правильную походную печку и я хочу сказать больше что я думаю мы в скором обозримом будущем разработаем именно наш уникальный продукт который будет в себе сочетать все самое лучшее из того что есть на рынке сейчас немножко сотрудничаю скажем так с производителем по улучшению этой модельки меня это очень радует это кстати еще один плюс которые благодаря которым я выбрал это устройство в общем перейдем наверное к основному значит для кого полезна эта печка будет в данный момент это для рыбаков для охотников для тех кто любит ездить на природу таких как мы наша семья знаете когда осенью весной едешь на природу начинаешь делать распалку влажными дровами то как-то кайф от костра постепенно теряется потому что нанюхавшись дыма чувствуешь себя немножечко как правильно прикукуленным да вот и в данном случае в тот момент я сидел и мечтал думаю как бы сделать так чтобы любоваться этим костром на природе но при этом не нюхать этот дым и еще получать тепло для обогрева вот печка это идеальный выход для данной ситуации также я планирую ее использовать у себя в кабинете в качестве камина да потому что она имеет огромные просто панорамные окна огромные для своих размеров вот я буду постепенно показывать вот и ее можно использовать как некоторый автономный камин вот в кабинете или в любом другом месте ну и так же в военных условиях да то что у нас происходит в украине она может заменить отопительный прибор в любой поездке например при поездке в карпатах даже при нахождении в погребе да как бы это смешно для некоторых не звучало но такие вот реалии при том не просто обогревательный прибор а тот прибор который еще и дает некоторую эстетику и красоту в общем очень много сфер применения в том числе в отопительном данном сезоне видите я впервые за всю свою жизнь запасся дролами да и поставил твердотопливный котел поэтому это средство оно является наиболее актуальным сейчас в украине и во многих других странах мира итак поехали наверное к основному обзору с чего же его начать хочу сказать что я уже использовал эту печку поэтому у меня есть первый опыт буду делиться с вами вы сейчас видите на фотографии вся эта печечка все что вы видите здесь вот это вот труба это все складывается помещается вовнутрь ушки опускаются и первая функция этих ушек в данном случае да это защита стекла при переноске печки и кстати это очень крутая штука потому что у других производителей нет никакой защиты стекла и каждый раз когда переносишь печку да ты выбираешь либо любоваться красотой печки и при этом относиться с ней как с жемчужиной либо выбирать печку железными стенками по бокам и тогда теряется элемент вот этот вот эстетики который на самом деле очень ценен значит что мне нравится в этой печке скажу сразу давайте начнем с передней части и с того каким образом сюда поступает воздух до во внутрь печки значит есть несколько путей поступления это через такую вот заслонку она открывается закрывается да и соответственно можно регулировать поток воздуха в эту печь вот она открывается да сейчас это покажу можно регулировать поток воздуха в этой печи и регулировать нагрев второй способ регулировки это при помощи боковых сверху показывай лучше надо вот эти вот отверстия показать при помощи вот этих боковых заслонов до открываем закрываем и они с двух боков открывается и я вам хочу сказать первое в полной мере эти заслонки не оценил пока не понял для чего они здесь нужны потому что на самом деле по бокам находится стекла с одной и с другой стороны это печка вот такая вот с обзорными стеклами это кстати огнеупорное стекло японского производителя толщиной 4 миллиметра полноценное стекло которое ставится в каминах да очень качественная выдерживать температуру 800 градусов ну соответственно может работать и выше я уже растапливал смотрел на это все и спереди точно такое же стеклышко и смысл в том что когда открываешь вот эти вот верхние заслонки на полную то пламя начинает гореть вверх это создает просто невероятный эффект вот именно горение внутри печи потому что кислород начинает поступать сверху он засасывает и пламя равномерно горит вверх и фактически огонь получается как на картинке вы возможно сейчас видеть я специально сделал подсъемочку блин это просто очень красиво когда же мы открываем и эту еще заслонку то пламя начинает еще больше гореть с этой стороны таким образом кислород поступает и здесь и здесь и здесь и все это можно регулировать в отдельности комбинируя тем самым результат горения печи потому что смысл печи заключается в том чтобы дрова в ней перегорали медленно чтобы можно было медленнее подкидывать но при этом здесь еще можно регулировать с какой стороны данная печь будет гореть с этой с этой или с этой знаете у американских производителей я видел очень много печей у которых дверь к открывалась в бок и когда я увидел данную печь вот я сначала немножко не понял как же это так что дверь открывается вперед а потом когда я увидел вот такое приспособление когда можно взять кочергу которая идет в комплекте при открыть дверь вот то во первых это благоприятствует более удобные закладки дров то есть можно вот просто сверху мы кладем во вторых не выпадают угли отсюда вот и это очень важно когда эта печка находится в помещении или когда она находится на траве или когда она находится у вас палатки кстати в палатке эту печь тоже будут тестировать потому что если эту печь сделать из титана то ее вес будет где-то в районе 3 3 с половиной килограмм и для многодневного похода зимой потому что зимой много оборудование переводится в том числе перевозится на санях вот волокушах на то эта печка она не будет составлять проблем особенно если ты идешь не сам в поход и хочется согреться подсушиться вот что иногда в костре под дождем невозможно значит второй вариант открывания который я еще нашел для себя это вот такой вот вариант вот это если надо открыть еще чуть ниже вот я с удивлением нашел его для себя здесь вообще удобно тоже очень подкладывать дрова значит следующая вещь это то что эту печь можно открывать соответственно и закрывать мы это все делаем легонечко мне просто сбоку не совсем удобно таким вот образом кочергой до прижимаем и закрываем ее поэтому в данном случае не руки не обжигаются не близко к костру не подходишь и следующий момент снимая верхнюю крышку она кстати снимается здесь на двух таких вот на двух таких вот разъем чеках давить в пузырь ходит два разъема такого вот плана снимая эту крышку мы печку можем превратить в такой небольшой мангальчик и например даже сверху мы можем подкидывать дрова в том числе в эту печку да мы сейчас покажем ее и четко например сверху поджарить хотя так как вся печка сделана из нержавеющей стали 300 какой-то марки вы сейчас увидите цифру вот это очень качественная сталь то в принципе некоторые вещи можно жарить даже например сверху на самой печке это для тех кто любит там что-то поджарить но мы тестировали эту печку при прожарке омлета на сковородке вечером поставили такую большую сковородку сюда и соответственно на ней жарили яичницу получилось очень вкусно давать и в некотором плане долговато я сначала потом понял почему потому что вот эти вот два болтика видите они выступают чуть чуть выше над уровнем печки и когда я ставил сковородку вот в этом месте видит сейчас зазор она не прилегала но я связался с производителем он мне сейчас поставить и на следующих партиях будет ставить уже болтики с плоской шляпкой соответственно теперь сюда можно будет устанавливать вообще большую посуду потому что сковородка у нас была огромная конечно в походных условиях это не имеет никакого значения но в домашних это очень удобно и даже если здесь будут плоские шляпки то открывать закрывать можно соответственно с этой стороны печку следующий момент внутри печки у нас имеется хочу вам показать такой вот поддон назовем его колосняком который сделан из нержавейки двух миллиметров очень удобная вещь потому что очень много печек продаются без колосников и тогда доступ кислорода и прогорание дров снизу затруднен здесь же когда дрова прогорают видите такая вот форма сделана весь пепел во первых сыпается в средину либо его можно кочерыжкой от стекол убрать соответственно да плюс это еще находится запасом вот видите где-то сколько наверное около сантиметра по высоте то есть даже когда пепел сыпается то есть сюда может насыпаться очень много пеплов плюс дополнительно эта штука защищает печку от прогорания именно дно печки от прогорания и чем мне еще нравится колосник здесь он дает возможность отвести тепло от низа печки таким образом не палится не трава кстати вот здесь вот мы когда полили целый день трава не пострадала но не целый день на часа три или четыре я полил трава вообще не пострадала и это очень классно потому что ее можно даже в помещении использовать свободно но все равно и как бы лист металла подложу под низ поехали дальше но и каким образом очищается печка после того как она прогорела естественно колосник находится внутри вставляется он таким образом через верх вот и точку соответственно очищать можно просто пить вот так вот взять и отсюда просто вот так вот струсить и высыпать пепел ну соответственно достав перед этим колосник из печки кстати печка имеется в разных вариантах она может быть с одним таким большим стеклом может быть с двумя стеклами а может быть вообще без стекла это для тех кто хочет ну иметь уже такой гарантированный вариант что ее даже можно ронять я например производителю дополнительно заказал еще вставочки сюда вместо стекол железные до чтоб я мог в каком-то таком вот суровых случаях взять и поменять это стекло на обычную железную вставку таким образом получив дополнительную опцию что печка ну превращается в неубиваемую печку и это стекло стеклышко можно заменить тоже на соответственно железную вставку можно дополнительно заказать у производителя очень отзывчиво кстати производитель в этом плане поэтому хорошо с ним сотрудничать вот очень классно что он прислушивается к доработкам вот уже несколько доработок дал и в следующих моделях вы соответственно получите уже усовершенствованную усовершенствованную модель вставляем колоски кстати еще одна из доработок которую мы тут делали она касается именно стекла это то что здесь стекло доходило до колосника и при транспортировке оно могло повреждаться он мне подсказал что стекла поднять вверх и сейчас мы делаем железные накладки здесь внутри до который будет полностью защищать стекло внизу значит рассмотрим верхнюю часть здесь поставлен дополнительный назовем а демпфер да такая вот защита искрогаситель который не дает возможность искром вылетать активно из трубы есть как бы улучшает пожарную безопасность ну плюс ко всему он еще до задерживает дополнительное тепло внутри печки в любой момент вы можете его снять он на двух таких нержавеющих гаечках и болтиках тут все из нержавейки сделано вот одной и той же марки и таким образом вы получите еще лучшую тягу в этой печке но это если вам необходимо я его и пока не пробовал снимать но с ним горит достаточно круто вначале конечно при расстройке приходится иногда даже можно так вот оставить дверь при открытой до соответственно можно ее подпереть таким вот образом либо просто оставить вот так при открытой чтобы создавалась большая тяга когда нужно когда дрова влажную и оставить в таком вот варианте и и гореть до открыв кочергой можно оставить так или в изначальном варианте ставить ее вот так она разгорится и потом ее уже можно закрывать вот далее что мы имеем это мы имеем съемную трубу которая по звеньям полностью спаковывается и кладется всего внутрь печки это вы в принципе увидите на фотографии потому что сейчас основная задача это сделать такой кратенький обзор на этой трубе также есть искрогаситель тоже который снимается все складывается в печку вот и есть кольцо при помощи которого когда установлена эта труба на печке кстати сюда можно одеть дополнительный хомут еще до закрепить это кольцо я его не одевала но и так хорошо функционирует и здесь при помощи трех распорок прикрепить дымоходную трубу чтобы при большом ветре и не телепало кстати держится очень хорошо проверено на своей практике при огромном ветре эта труба она стояла как вкопанная даже на двух оттяжках в данном случае есть вот такие вот карабинчики которые потом легко можно будет снять с оттяжками вот таким образом легко разобрать эту печь дальше что хотелось бы отметить это функциональность этих ручек на самом деле очень удобная вещь доработка до производителя вот которая заключается в том что разложенном состоянии здесь можно ставить дополнительную посуду наоборот дополнительную посуду вот ну и плюс посуда большого размера если ставить она не будет перекидываться ну и плюс как полочки для приготовления даже когда эта печка не горит вы можете использовать такой вот мини столик чай на допустим попить вдвоем очень удобно и что очень классно это в транспортном состоянии или когда вам надо перенести эту печку вы за эти ручки приподняли и перенесли в любое место я вам даже больше хочу сказать я ее переносил да она была полная огня и даже вот с этой трубой потому что даже при закрытой трубе вот я ручками просто видите зажимаю к трубе но это надо делать осторожно чтобы эта труба не упала и вот так вот поднять ее и перенести в любое место переставить если вам это конечно необходимо на это в основном надо где-то на природе на цемпинге соответственно закрытом состоянии как я показывал она защищает вот еще что хотел показать это складные ножки все ножки складываются что очень удобно для транспортировки и соответственно эта печка помещается вот в такую лопчатобумажную сумку в принципе так это наверное то что я хотел рассказать основное в данном видео в данном видео обзоре хочу завести на канале целый плейлист напишите в комментариях интересно вам эта тематика в дальнейшем или нет я хочу тестировать в разных условиях вот в том числе пробовать ее и в палатке на природе в подвале в комнате хочу вам все эти варианты показать полностью ее горение пока я тестировал на улице и замечание то что были производителю из дополнений даже скажем так это уменьшение вот этих вот соответственно головки этого болта до с плоской шляпкой будет и накладки на стекло производитель классно на это отозвался и соответственно он вышлет уже в ближайшее время я вам покажу уже как будет с этим всем происходить вот на этом у меня наверное все продолжают тестирование данного устройства буду рад любым комментариям в обзорах здесь комментарии снизу под этим видео если вам понравилось ставьте лайк и кто хочет ходить в походы с нами присоединяйтесь канал в телеграме он есть в описании под этим видео на этом у меня все всем пока до новых встреч пока пока вот это специальная съедобная сколько